Итак, друзья, всем привет! Видео о постоянных источниках света. В последнее время я все чаще и чаще беру с собой видеосвет и все больше и больше пользуюсь им на съемках и особенно на свадьбах. Постоянно использую видеосвет на сборах невесты. Это сделать небольшую контровую подсветку во время того, как ее красят. Фотография получается интереснее, объемнее и невеста отделяется от фона. И также на сборах невесты и сборах жениха можно в любом месте, хоть какая красивая-некрасивая гостиница, красивая-некрасивая квартира, создать нужное тебе освещение. И из-за того, что свет очень сильно интенсивный, мы можем хорошо осветить наш объект съемки, а все остальное уйдет в такую приятную темноту и получаются очень хорошие и качественные портреты. И все, что вам нужно, это найти самую менее освещенную комнату, там выставить все, как вы хотите и получить нужные фотографии. Также видеосвет я с собой беру, когда мы едем либо в какие-то кофейни, рестораны фотографироваться, либо в интерьерные студии. Как правило, в студиях всегда есть очень дорогой, качественный импульсный свет, но все равно в эти студии я беру свои стойки и свой свет, потому что я к нему уже привык, и работать с постоянным источником света мне намного приятнее и интереснее, чем с импульсным. Потому что я сразу выставляю, сразу вижу, какая получается картинка, и никаких сюрпризов, и намного все это интереснее. Сам процесс съемки становится интересным для меня. В конце видео я более подробно расскажу о всех своих фонарях, а сейчас мы начнем снимать, используя вот такой вот видеосвет. Сначала будет одна панелька, потом их будет две панельки. Такой вот портрет у нас получается без использования дополнительного света, а сейчас мы сделаем самый простой, самый стандартный расклад. Это мы сделаем источник света немножечко сверху, сбоку, под углом. Примерно, условно говоря, под 45 градусов, но опять же, линейкой вымерять ничего не надо. Мы просим модель смотреть ровно вперед и сами двигаем стойку со светом, чтобы у нас не было сильных грубых теней от носа, чтобы тень от носа не пересекала губу, либо просто не была очень большой. Немножечко шевелим вправо-влево, плюс мы можем также модель попросить пошевелить лицо вправо-влево, и сейчас все это будет видно. И так, у нас всего один источник освещения, установленный сбоку, сверху, под углом. Первый портрет, он такой универсальный, подходит для съемки мальчиков и девочек, и по сути такой классический. У нас с одной стороны очень объемно осветилась голова в целом, то есть портрет получился очень объемный, благодаря тому, что та часть, где находится лицо, ровно ярко освещена, а та часть боковая, где есть ухо, она уходит в тень, за счет этого создается объем, картинка в целом объемная. Но благодаря тому, что мы просим нашу модель посмотреть, повернуть лицо посильнее на источник света, приподнять подбородок, повернуть лицо туда, при этом не забываем попросить, чтобы глаза он направил на нас, благодаря тому мы получаем то, что у нас ни от носа, ни под глазами нет никаких грубых теней, и освещение получается очень мягкое. Подходит и для мальчиков, и для девочек. Второй вариант, когда мы просим немножко отвернуться от источника света, чтобы тень проходила ровно посередине носа, с одной стороны для разнообразия, с другой стороны это может спасти, если есть какие-то дефекты на одной из сторон лица, либо прыщик, там родимое пятно, или еще что-то, что угодно. То есть мы можем снять красивый портрет, при этом ту часть лица, где у нас менее хорошая кожа, или еще что-то мы можем спрятать в тень. И последний вариант, это более мужской портрет, он очень сильно похож на первый вариант, но мы в первом варианте, мы просили модель сильнее повернуть лицо на свет, здесь мы не просим. Благодаря тому, что лицо не так сильно повернуто на свет, у нас есть характерная тень на переносице, то есть мы уже более грубо выделили переносицу. За счет того, что мы не просим поднимать лицо и подбородок в сторону света вверх, у нас сформировалась тень под глазами, то есть это уже более такое мужское освещение, когда нам нужно более мужственно показать парня, и на нем хорошо как раз делать такие тени. То есть сфотографировали так, подошла у нас невеста, мы просили на том же месте приподнять подбородочек, повернуть лицо чуть сильнее на свет, и у нас получился более мягкий портрет. И обратите внимание, я всегда управляю отдельно и глазами модели, то есть я сначала настраиваю модель, иногда бывает это довольно долго, что личико чуть правее, чуть левее, подбородок чуть выше, чуть ниже, все не шевелись, а теперь только глазки там на меня или мимо меня, и вот так вот вся съемка у нас происходит. И обратите внимание, насколько всего один источник света на одной стойке принципиально меняет картинку. Снято в одном и том же месте, в одном и том же естественном освещении, только вот в вариантах по боках добавлен всего один и тот же источник света. Это нам очень сильно развязывает руки, мы приехали в какую-то гостиницу, видим сзади у нас какой-то интересный фон, который классно размоется бокешками, но рядом нет подходящего окна, и мы особо ничего нормального в этом месте снять не сможем. А теперь нам абсолютно мы не привязаны в окнах, мы приезжаем в те кафешки, рестораны, студии, где у нас есть интересный фон, интересная окружающая среда, а создать нужное освещение можем абсолютно в любом месте. То же самое, ребята, у нас происходит и на сборах невесты или жениха, даже если место будет очень некрасивым. Нам достаточно просто задернуть шторы, сделать не слишком ярко освещенную комнату, либо, как правило, часто мы выходим вообще куда-нибудь в коридор, либо находим самую темную комнату, или просто у нас там есть отражатели, мы большую часть окна заслоняем отражателем, чтобы просто в комнате было не ярко, а дальше благодаря нашему свету мы можем создать любой свет и расположить модель так, чтобы она была так, как нам нужна, а не так, как мы зависим от нашего окна. Если сзади есть какие-то бра, мы их включим и получатся эти бра у нас в приятную абстракцию, разойдутся приятными бокешками. Если бы сзади не было ничего, мы бы выключили весь свет и получали такие же объемные фотографии на более темном фоне, где какие-то силуэтики проступают. Поэтому, имея всего один источник света на одной стойке, мы абсолютно не привязаны ни к окнам, ни к погоде, ни к чему. Мы ищем то место, где получится именно красиво, задний фон и прочее, и выставляем тот свет, который нам нужен всего даже с одним источником освещения. Ну и благодаря тому, что свет довольно интенсивный, мы уводим экспозицию в минус, дабы у нас на лице не было пересветок, и благодаря этому задний фон у нас тоже прячется, и он становится интереснее и приятнее. То есть мы таким способом, включив на максимум, можем вообще в любом месте практически спрятать задний фон, но, разумеется, не на улице, а в каких-то помещениях, и даже в некрасивом месте снять очень красиво. А вот у нас фотография, когда источник света расположен на уровне лица и находится прямо сбоку. Получается такой мужской брутальный вариант, и для разнообразия очень интересно. Еще одна особенность, то что такую фотографию легко получить в самой некрасивой квартире, просто зайдите в ванну или в туалет, выключите там свет, и расположите источник света сбоку на уровне лица, и получится, что у нас, допустим, жених, он полностью как бы из темноты проявляется, и довольно объемненько. А если позже к этому подсоединить еще и второй источник света в виде контрового, у нас еще и с контровой подсветкой от фона отделиться, будет вообще интересно. То есть в самой обычной ванне с выключенным светом вы получите очень эффектный портрет. Сейчас направим лицо туда, немножко из подлоги, а глаза на меня. Юла! Юла, Юла! Да Юла, по тебе, по тебе. А да, почему-то автомат будет. Погоди. Честно, если залезут туда, и так, имея всего один источник света, и особо его не шевеля, мы получаем два разных портрета, всего лишь немножко пошевелив голову модели. Это очень легко и интересно получается. А теперь мы добавляем второй источник света, ставим его сзади, также под углом. У нас получается одна линия, первый источник света, модель и второй источник света. И дополнительный источник света у нас становится теперь контровым. Он отделяет модель от заднего фона и создает интересные блики на его стороне, на одной из его сторон. И вот здесь чуть позже сделает потом. А сейчас на опять лицо в ту сторону. Немножко испололием. Да, 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 да. Что нам здесь делать? Надо экспо-по-релекцию. У меня тоже не понимаешь. У меня центральная точка. Нормально глаза не лежит? Прямо сейчас смотрю, у тебя центральная точка. Эти точки, которые боковые, они почти не активны. А глаза не надо. У тебя там точно смаз будет. И получается слева у нас один источник света и картинка довольно объемная и интересная и намного лучше, чем без этого источника света. А справа у нас уже два источника света и у нас появляются новые интересные блики и картинка становится еще объемнее, еще интереснее. Она отделяется от заднего фона, но и в целом выглядит приятнее. Поэтому идеальный вариант купить хотя бы два обязательно одинаковых источника света, чтобы можно было и равномерное освещение делать и прочее одной фирмы, одной модели. И уже имея два источника света, вы очень много чего можете себе позволить и быть абсолютно независимы от окружающего освещения. Что у меня, в общем, по кругу это влезает. Это ламба, какой еще чем-нибудь. Боковая оплач. Да. Я облечена моделью, короче. Смотрю, чтобы там... Нет, мне как-нибудь нравится, как задний превращается в крыжий. Мой задний крыжий? Нет. Ты еще ручьи вот так вот сложишь. Хоть они и были. И вот такие картинки у нас получаются, когда у нас второй источник света находится ровно за спиной и светит сзади на объект съемки. Причем, обратите внимание, у нас не просто очень клево и интересно подсвечен контур головы, но и насколько сразу объемнее получаются руки, потому что у них есть более светлые, более темные части. Свет от лампы, который находится за спиной, также их освещает, и объем всей фигуры становится намного интереснее. И это еще возможность отделить объект съемки от заднего фона. То есть, допустим, если мы снимаем в некрасивом месте, и мы вынуждены задний фон прятать просто в темноту, для того, чтобы у нас объект съемки не слился в одно целое с задним фоном, мы вот таким вот способом очень легко сможем объект съемки отсоединить от заднего фона. Это также очень хорошо работает на сборах невесты. У нас невеста спереди сидит перед окном, хорошо освещается лицо, но она сливается задним планом. И мы просто ставим лампу, она светит ей там примерно в спину, чуть ниже шеи, но свет у таких источников света рассеянный, то есть освещается она вся сзади, есть контур подсветки. Как правило, визажистам этот цвет не будет мешать, если вы очень хорошо настроили, но мы получаем фотографии со сборов невесты, с нанесением макияжа, именно с контуровой подсветкой, а невеста у нас отделена от заднего плана, получается очень красиво, даже в некрасивых местах. Да, ну, не важно, ему же фоточка хватает. А, ты фотки ждешь, что ли? Как он стоял, а вот с ним? Я на него подписалась, ему портреты-то нравятся, очень красивые. Да, он с одной фоткой сидит, по трое суток. Ну, он чисто, да, штучный работает, что не Бурба, Сапи, но у них своя фишка, Вейковский. Ты голый девчонок. Да, вообще другой. А я только иногда делаю. На паре пройдет. Да, люди такие, не относящие, такие, пошелчки с ним. Я в студентах, которые там никогда не пройдут. А прям все вообще чудовище. Саша будет, будь. А давайте глаза закройте, закройте глазами. Не, не, закрой пока. Чуть побольше. На счет раз, два, три. А, лисо чуть правее. Нет, в другую сторону. В другой корове. Все. В другой корове. И глаза точно меня посмотри после. Все, поехали. 20 минут. А если сделать, то, что он опять меня, хорошо. Саша. Еще один пример портрета, когда он используется всего один источник освещения. Мне очень нравится так делать мужские фотографии, когда у нас есть узкий вытянутый источник света, мы делаем полоску света по лицу, а щеки и уши у нас уходят уже в тени, получается очень объемненько, даже всего с одним источником света. При мужском портрете лицо направлено прямо на меня, и у нас есть такие характерные грубые тени под глазами, что более так мужественно делать фотографии. При женском портрете я прошу невесту, девочку присесть, чтобы она была пониже меня. Выставляю такое же освещение, но личико немножко поднято на свет, и получается лицо освещено ровно, ни под носом, ни под глазами, у нас теней нету, но бока головы, там где уши, они уходят в тени, получается очень хороший объем, и фотографии получаются интересные. И разнообразные. Также при желании здесь можно добавить либо боковой свет, либо задний контровой, и тоже будет интересно. Также именно поэтому мне нравятся именно эти источники света, ссылка на них будет в описании, потому что в комплекте у них идет крепление, позволяющее на штатив одевать источник света, чтобы полоска была вертикальная или горизонтальная. В других, даже более дорогих осветителях такого нету, и приходится либо дополнительно покупать, в общем это неудобно. А здесь в комплекте мы можем сделать вытянутый сверху вниз источник света, либо вытянутый по горизонту источник света, то есть крепление очень удобное в комплекте идет с этими лампами. Я уже прям не могла терпизировать. Ой, я думал падает. Я вроде бы не из-за чего-то. Нет, сейчас не буду. Он свет подвинулся, смотрелся все в сверху. Пацаны, извините, мне иногда бывает. А вы следующие. С тех пор. Это в анголине, что-то не сорвать. Это круто, Александр просто в него вселяется. С тех пор. У тебя накачки классные. Я знаю. А может, там роботов? Мне кажется, он что-то лучше. Черт так что-ли? Да, с кашей чуть-чуть. Видишь, как с этими штучками было? В любой задницей можно снять нормально. Они тоже на аккумуляторах, да? Ну, да. Стоит три. А теперь можешь посмотреть на наш лицо в ту сторону? Я вообще ничего не делаю. Чапка и даже жвачка. О, у меня длинный сердце. Так, снимай меня. Пойдем сюда, посидимай. Что у меня получается, что предлагаешь. Давай еще не случившись. Вот, все хорошо, глаза у меня нет. А давай лицо сейчас надо будет. А глаза на меня нет. Не знаю. Еще один интересный способ. Мне очень нравится так снимать женихов. Это расположить два одинаковых источника света ровно по бокам от объекта съемки на одинаковом расстоянии. Здесь очень важно, чтобы источники света были одинаковые. Чтобы никто был ни ярче, ни светлей. Вы на глаз видите, что расстояние с обоих сторон одинаково от источников света до объекта съемки. И получаете разные варианты такого брудального мужского освещения. То есть, и когда он смотрит на нас, и когда он смотрит в сторону источника света, получаются разные фотографии. Это очень легко, очень быстро и очень разнообразно. И мужские портреты мне такие очень нравятся. При этом, даже если мы не имеем какие-то интересные задники, как-то интересно, они подсвечены просто на темном фоне, где есть какие-то некие силуэты. Это могут быть силуэты шкафов, мебели в квартире у молодожены, либо еще что-то. В любом месте мы можем получать интересные фотографии, если у нас есть один или два источника света. Во второй части видео я более подробно расскажу о разных источниках света, которыми я пользуюсь. И также мы разберем фонари Redline и их преимущества перед обычными панельками света. И при этом, разумеется, покупать фонарик за 15-20 тысяч это безумие. Расскажу, где можно взять очень крутые аналоги Redline буквально за 5000 рублей. И в чем их преимущества и зачем они нужны. Надеюсь, было полезно. Пишите, задавайте вопросы и не забывайте про мой сайт rusphoto.pro. Там все мои видео более упорядочены и легче в них ориентироваться и находить нужное.